Брестский речной порт – структура сложная, включающая в себя и флот, и административный комплекс, и портовое сооружение. Именно последние выполняют одну из основных функций объекта – обеспечивают город необходимыми для строительства материалами. Ежедневно в район улицы Интернациональной и Гузни приезжают большегрузы для того, чтобы забрать песок и щебень, который огромные краны черпают из рудовозов. Именно этот грохот и стал причиной постоянных жалоб со стороны местных жителей. Масло в огонь подливали большегрузы строительных организаций, которые также, приезжая в порт, были источником немалого шума. Выход из ситуации руководство города видело один – перенести порт за черту областного центра. Первые наметки переноса порта возникли еще очень давно. Это связано с тем, чтобы разгрузить центр города от потока транспорта, от экологии, от шума. Окончательно попал в инвест программу порт на строительстве в 2012 году. В 2012 году началось проектирование строительства, потом произвелся тендер, который выиграл стройтрест номер 8. И в октябре 2013 года началось строительство порта. Были выделены первые деньги. Строительство велось в октябре 2013 года и в 2014 году. По проекту новой пропиской Брестского речного порта стал район Ямна. Сюда полностью планируют перевести гузнянский участок, а также часть портовых сооружений с интернациональной. Новый объект рассчитан на пропускную способность в 3 миллиона тонн груза. Площадь будущего порта составит почти 17 гектаров. Из них 10 – водная акватория. На сегодняшний момент здесь выполнены практически порядка 200 метров от причальной стенки. Выполнены фундамент под трансформаторную подстанцию и под административный корпус, где будут располагаться административные помещения и помещения для ремонта техники. Также был выполнен вынос электросетей, которая проходила по территории, и начали копать акваторию. Сегодня строительно-монтажные работы в Ямна заморожены. Причина – в отсутствии финансирования. По словам Геннадия Башко, есть вероятность, что стройка возобновится уже в следующем году. Тем временем в Управлении архитектуры и градостроительства Брестского госполкома уже есть планы по использованию площади речного порта на интернациональной. На этом месте, во всяком случае, я сегодня вижу это восстановление старого парка городского сада или, как вы называли, парк вольности, парк Шаповалова. Мы хотим соединить скверпограничникам со старым городским садом и выйти к набережной. По мнению главного архитектора города, строить на будущем участке крупные объекты нецелесообразно. Это сразу увеличит поток транспорта, а вместе с тем и вызовет пробки на дорогах. Если мы такой крупный объект здесь решим посадить, то придется делать серьезную реконструкцию транспортных путей сообщения. Нужно ли это сегодня и в этой части города? Думаю, что нет. Лучше сделать, наверное, набережную от ЦУМа до Ленина и соединить с парком вольности, и дальше выйти к крепости. А тот же концертный зал у нас хватает предостаточно площадок и в новых районах, и где мы можем предложить, и где нет таких транспортных проблем. Пока эти планы только на бумаге в виде чертежей и проектов. Однако вскоре их осуществление начнется. Ведь, как говорится, и Москва не сразу строилась. Продолжение следует...